Всем привет! Вы просили рассказать про уход за сухой обезвоженной кожей и рассказать про разницу и особенности ухода за каждым из этих состояний кожи. Начнем с того, что симптомы, которые проявляются у сухой обезвоженной кожи, они очень похожи. Это сухость, стянутость, шелушение. Общие симптомы, они действительно очень похожи у двух этих состояний. Но есть одна большая разница между ними. Сухая кожа это генетически определенный тип, который в целом на протяжении всей жизни остается примерно плюс-минус в одном и том же состоянии. Сухой тип кожи он практически не зависит от внешних факторов. А обезвоженная кожа это состояние, с которым может столкнуться любой тип кожи, даже жирная, на каких-то там наших определенных жизненных этапах. Причины, которые провоцируют неприятные состояния этих кож, этих типов кожи, разные. Если сухой кожи не хватает липидов, то обезвоженной кожи не хватает влаги в роговом слое. И, соответственно, подход к уходу должен быть разным. Почему я также назвала это видео «Зимний уход за кожей», почему это очень актуально? Одним из факторов, провоцирующих обезвоженность кожи, являются холода. Резкие холода, ветер, сухие помещения, кондиционеры, обогреватели. Все эти моменты свойственные зимнему периоду нашей широты климатической. Давайте определим симптомы сухой обезвоженной кожи. Это тусклый оттенок, это склонность к раздражениям, это зуд, это шелушение, это стянутость. Но существуют и различия. И как нам отличить, и как понять, сухая у нас кожа как тип, или обезвоженная кожа как временное состояние, мы можем по нескольким критериям. Сухая кожа, она у нас тонкая, грубая, склонная к шелушениям, плюс-минус на всем теле. А обезвоженная кожа может проявляться именно на каких-то некоторых участках. Сухая кожа, повторюсь, не меняет своего состояния на протяжении года. У обезвоженной кожи наблюдается некоторая сезонность, например, холода. Сухая кожа не блестит, блеск у нее отсутствует как таковой, она матовая, матовая и равномерная. На обезвоженной коже может наблюдаться жирный блеск, в результате как раз-таки недостатка влаги в роговом слое. Сухая кожа очень хорошо впитывает средства, и на ней бывает такое, что вы краситесь, наносите макияж, тональный крем, который забивается в морщинки. Обезвоженная кожа, она может быть немного натянутой, но в то же время жирной. Понимаете, какой парадокс? Я думаю, что те, у кого обезвоженная кожа, сейчас сразу поймут, когда кожа ваша стянута, но тем не менее она блестит. Это прямой признак обезвоженности кожи. Что относится к причинам, вызывающим обезвоженность кожи? Чаще всего это солнце, это недостаточное употребление жидкости, это агрессивное очищение, это горячий душ, то есть горячее умывание, это холод, это какой-то резкий перепад температур, холод, резкий ветер, сухой воздух в помещении и агрессивное неправильное очищение. Здесь тоже есть такой небольшой парадокс, что обезвоженная кожа, она часто выражается повышенным выделением себума, от которого все хотят быстрее избавиться, прибегая к каким-то очищающим средствам, агрессивным очищающим средствам, которые еще больше обезвоживают кожу и заставляют ее вырабатывать еще больше себума. Вы понимаете, какая есть здесь такая неприятная взаимосвязь, замкнутый круг. Итак, если вы поняли, что у вас, например, сухая кожа, то акцент в уходе следует делать на липидовосстанавливающие компоненты. В обоих случаях мы выбираем максимально деликатное очищение, в случае с сухой кожей лучше всего отдать предпочтение каким-то бальзамным, кремовым текстурам. Уход мы наносим послойно, то есть мы не выжидаем какое-то большое количество времени, мы кожу нашу не высушиваем до конца, то есть мы наносим слой за слоем. Наиболее жидкие средства мы наносим ближе к коже и закрываем их самыми питательными. В уходе должны преобладать масла или липидовосстанавливающие компоненты какие-то. Например, барьерные кремы, какие-то маслянистые сыворотки, масла авокадо, ши, абрикосовые масла. Здесь у нас должны быть жирные кислоты, церамиды, холестерол. То есть обязательно используйте в своем уходе какой-то барьерный крем. Как правило, сейчас купить такой крем не составляет проблемы, на них уже есть пометка «барьерный крем», и в составе есть все ингредиенты, которые я сказала. Они там должны быть указаны на упаковке. То есть мы делаем акцент на восстановление липидов в нашем роговом слое. Что касается отшелушивания, то здесь должны быть легкие активы, такие, например, как pH-я кислота, какие-то максимально легкие текстуры, которые не будут повреждать наш липидный барьер. Далее мы переходим к уходу за обезвоженной кожей, который, я считаю, что будет актуален для многих этой зимой. Лично я использую сейчас именно этот формат ухода, потому что, конечно же, я, как и все, чувствую очень сильную потерю влаги в результате холодов. Поэтому я думаю, что это будет супер актуально для многих. Обезвоженная кожа. Здесь нам нужно восстановить баланс влаги в коже, что, казалось бы, логично. Но просто добавить увлажняющих средств будет недостаточно. Почему? Потому что, смотрите, наша кожа теряет влагу в результате нарушения липидного барьера. Поэтому, кроме того, чтобы добавить влаги в наш уход, мы должны добавить те же самые липидовосстанавливающие компоненты, которые будут влагу запирать. У нас проблема с потерей влаги, поэтому мы должны эту потерю минимизировать и нейтрализовать. А для очищения выбираем максимально легкие средства без мыла и спирта. Какие-нибудь суперлегкие муссы, суперлегкие пенки, которые будут кожу очищать без скрипа, без каких-то дополнительных отшелушивающих частичек. И без дополнительного травмирования нашего кожного барьера. Далее, самый важный этап – это восполнение влаги в роговом слое. Каким образом мы все это делаем? По классике жанра нам рекомендуют использовать мочевину, сорбитол, глицерин, гиалуроновую кислоту в составе средств. Я с этим всем согласна. Плюс еще я бы от себя добавила использование увлажняющих тоников. Сразу после умывания мы используем какой-нибудь увлажняющий, максимально готовящий нашу кожу к последующим этапам тоник. Далее мы наносим какую-нибудь сыворотку, например, с глицерином или гиалуроновой кислотой. Отдаем нашей коже вот эту вот живительную влагу. И потом, не отходя далеко, мы уже используем кремы с липидовосстанавливающими компонентами, с окклюзивными компонентами, которые вот эту вот всю влагу будут в нашей коже запирать, не давать ей испаряться, минимизировать транспидермальную потерю влаги. Мы делаем такой бутерброд на нашей коже, даем ей и влагу, и не даем ей ее терять. Что касается самого ухода, то здесь у нас действует такая же система, как и в сухой коже. Мы выжидаем минимальное количество времени перед нанесением следующего этапа для того, чтобы не дать влаге испариться. То есть это должен быть какой-то жидкий тоник увлажняющий, гелевая какая-нибудь сыворотка и плотный крем. Увеличение текстур, увеличение плотности текстур по нарастающей. Самый последний этап должен быть самым плотным. Я считаю, что вот такая вот схема ухода, она действительно очень крутая, ее можно взять за базу и там модифицировать под какой-то свой тип кожи. Я лично пользуюсь сейчас именно таким, именно такой схемой ухода. Как дополнительный уход для обезвоженной кожи я могу порекомендовать питательные маски. Например, какие-то ночные маски или тканевые маски, или просто маски, которые мы наносим и смываем тоже с питательными компонентами, с липидовосстанавливающими компонентами. Такое коротенькое видео получилось, теории немножко практики. По ходу видео я показывала средства, которые я рекомендую для такого типа кожи, для ухода за обезвоженной кожей. И я думаю, что я дала вам какую-то такую базу, основываясь на которой вы сможете уже составить свой собственный уход, приобрести средства, которые вам будут подходить. Спасибо большое за просмотр, пишите ваши вопросы, я постараюсь также в таком же режиме снять ответ, снять ответы на ваши вопросы. И надеюсь, что вам это видео было полезным.